Поезд здоровья именно так жители края прозвали передвижной консультативно-диагностический центр святитель Лука. Его с нетерпением ждут в удаленных от краевого центра районов. У жителей села появилась уникальная возможность абсолютно бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Первая командировка этого года у врачей мобильной поликлиники началась на станции Большая Кеть в Пировском районе. К слову, в этом населенном пункте поезд останавливается впервые. Мы так мучились, потому что он был так далеко от нас. Сколько? 30-40 километров? 40. Мы с утра приезжали до ночи. Мы очень довольны. И обслуживанием, и то, что он здесь. Мы давно об этом мечтали. В основном гинеколог мне нужен был. Глазного нет у нас. Голову проверить, невролог, например. Вот такие специалисты. Здесь хорошая помощь? Да, хорошая помощь. И консультация очень хорошая. Вот уже 6 лет в поезде здоровья жители края получают консультации узких специалистов, а также могут пройти УЗИ, эндоскопическое и рентгенобследование. В случае необходимости у врачей поезда здоровья есть возможность связаться со специалистами краевых медучреждений и федеральных клиник по термосту. Также по результатам обследования пациентам могут дать направление в подходящую больницу края. Были случаи, когда выявлялись довольно серьезные заболевания, которые поправлялись и требующие более такого точного исследования в клиниках Красноярска. Допустим, надо обследование на рентген или же на компьютерный томограф. Ну, серьезные заболевания в плане инкологии. На перспективе мы планируем, чтобы поезд, как поликлиника с высокими технологиями, работала в рамках диспансеризации. Это то, что вот президент поставил задачу пройти диспансеризацию, провести. Мы сейчас работаем на унификации. В поезде, длиной равной четырем футбольным полям, есть специальный вагон. В нем расположился приход Русской Православной Церкви Красноярской епархии. Здесь служат молебны и проводят обряды крещения и венчания. После Пировского района поезд здоровья побывал в Несейском районе, сделав остановку на станции Абалакова. С 20 по 22 января поликлиника на колесах принимает жителей Лисосибирска. Вера Тастрянина, Максим Коротких, Новости.